Добрый день, дорогие друзья! Хочу пожелать всем мира! Нашим государством делается и сделано уже многое для того, чтобы религиозные организации становились более прозрачными, мотивируя это необходимость обеспечения безопасности. Иногда, к сожалению, мы видим, что под этой безопасностью у нас забирают права и наша свобода. Подкрепляется такая мотивация часто через средства массовой информации, очень часто запугиванием граждан. Мы помним сюжеты по телевидению, которые с периодичностью выходят, про деструктивные секты, не только христианские, но и во всех религиях. Сносы не наших, беру в кавычки, храмов, мечетей, ну и уже до самых-самых различных газовых атак в метро и какие-то эпизоды с исчением религиозными фанатиками голов людей не той веры. Как найти баланс между свободой и безопасностью? Я считаю, что наш круглый стол – это одна из форм конструктивного диалога религиозных организаций, и государство направлено на решение этой задачи. Какие проблемы этого диалога вижу я? Первое. Основные рабочие связи могут и должны выстраиваться на уровне регионов и муниципалитетов. Здесь созданы структуры, сделаю по марку, что не во всех областях, не во всех городах у нас есть какие-то уполномоченные по работе с религиозными организациями. Но на деле очень часто их целью является не выявление проблем и поиск адекватных ответов, а попытка скрывать наличие проблем религиозных организаций как таковых. Если ты начинаешь выступать немного настойчиво, то уполномоченный чиновник подбирает из числа представителей твоей конфессии более сговорчиво, а тебя просто перестают приглашать на рабочие встречи. Второе. Усложняя из года в год процедуры получения разрешения на строительство религиозных зданий и выделения земель для них, власть побуждает религиозные организации искать пути легального обхода бюрократических препятствий. Здания строят в частном секторе, о чем мы слышали сегодня, а потом пытаются регистрировать. Из-за этого возникает масса проблем и чаще такие строения заставляют сносить. Последний год и в этом году уже есть несколько судебных решений о сносе зданий, я знаю протестантских. Мне кажется, что выталкивать религиозные организации с правого поля, чтобы потом получить лояльность в обмен на шантаж и угрозы, становится распространенной практикой общения религиозных организаций и государства. Считаю это порочной практикой, которую необходимо менять. Третье. Диалог на федеральном уровне. Государство удобнее выстраивать с централизованными религиозными организациями, но по сложившейся практике централизованные религиозные организации не всегда хотят выявлять, консолидировать и лоббировать интересы поместных церквей или религиозных организаций. Лидеры таких ЦРО стараются не задавать неудобных вопросов в обмен на лояльность. Привыкая жить такой жизнью, им комфортнее транслировать волю сверху вниз, а не наоборот, потому что есть возможность, что в следующий раз не позовут на какую-то встречу, инаугурацию, в какую-то комиссию или на какой-то банкет с какими-то очень нужными и важными людьми. Вот поэтому, на мой взгляд, сигналы снизу не проходят наверх через централизованную религиозную организацию. Четыре. Четвертый вопрос. Политического представительства у нас тоже нет. С момента запрета на законодательном уровне создания партий по религиозному признаку прошло много времени. Государство, получив лояльность некоторых видных представителей религиозного сообщества, стало внушать, что политика – это грязное дело, и от нее нужно держаться подальше. Религиозные организации перестали работать с политическими партиями и отдельными политиками, разъясняя суть проблем на пути осуществления своей деятельности. Как заметил Роман Николаевич Лункин в своей новой книге «Церковь в политике и политика в церквях», в новейшее время самыми распространенными мифологическими представлениями стали тезисы о том, что религия вне политики, и что политика всегда наносила вред религиозным организациям. Пятое. Разобщенность религиозных организаций и часто искусственно вызванная конкуренция приводят к сложностям по выработке единых требований государству по обеспечению равных прав и возможностей всех конфессий и религий, существующих в нашей стране, в Российской Федерации. Эта ситуация неравномерна и меняется от региона к региону. Например, в Карелии доминирует карельская лютеранская церковь. Недавно были переданы 42 лютеранских храма, которые предстоит еще восстановить. В Поволжье, Татарстане, в других регионах, на Хавказе – ислам. В Туве – Калмыкия – буддизм, в средней полосе – православие и так далее. В связи с вызовами, о которых я сказал ранее, Российский Евангельский Альянс ставит перед собой несколько стратегических целей и задач. Первое – взаимоотношения друг с другом. На пути организации диалога между религиозными, авромистическими религиями и другими религиями в России повысить культуру взаимоуважительного общения, снизить уровень конфликтности при необходимости, проводя медиацию конфликтующих сторон, показать новые возможности взаимовыгодного сотрудничества, предлагая конкретные варианты коллаборации во взаимоотношениях с государством и политиками, обеспечивать достойное представительство во всех парламентах, заключая электоральные соглашения, давая публичные наказы партиям и политикам, повышая статус религиозных организаций в общении с чиновниками всех уровней и, следующее, найдя новые подходы в решении уже имеющихся конфликтов власти и религиозных организаций на местах, прежде всего в вопросах строительства и ввода в эксплуатацию храмов, мечетей, молитвенных домов и других культовых зданий и сооружений. Я сам на своей практике знаю, 21 год мы находимся, а наша церковь, наша община и другие наши церкви в одном городе у нас просто отобрали, продали потом. В Калуге 21 год, мы уже в судах, непрерывных судах, и я не понаслышке знаю, с чем мы имеем дело и как все обстоит на самом деле. В Калужской области с проблемами сталкиваются не только христиане, а мусульмане до сих пор в Калуге не могут получить разрешение на мечеть. Наверное, молитвенный дом существует, но, как всегда, с большими трудностями. Взаимоотношения с международными институтами достойно представлять Российскую Федерацию в международных структурах, таких как Всемирный Ивановский Альянс, Европейский Ивановский Альянс, во всех комиссиях и структурах, включая Организацию Объединенных Наций. Таким образом, считаю сегодняшнюю встречу только первым шагом на пути к нормализации взаимоотношений друг с другом и государством. Надеюсь, что сегодняшние доклады моих коллег станут рекомендацией, на которую будет соответствующая реакция. Считаю, что нужно найти новый баланс между безопасностью и свободой совести. Это требует нового вдумчивого пересмотра уже сегодня. Спасибо за внимание. Продолжение следует...